Попытаемся поставить задачу написать степенной ряд, который соответствует вот такой штике, как количество разбиений числа наноферальных взглядов. Что тогда у нас может быть? Я сейчас единицу разделю на 1-х степени ряда. Смотрите, что я получаю 1-х степени n, х степени n-n, х степени n-n-n и так далее, и так далее. Это сегодня у нас уже было несколько раз написано. А сейчас я перемножаю эти равенства по всем равенствам. Вот это произведение по всем равенствам. Здесь тоже самое. Ставлю скобку и перемножаю по всем равенствам. И когда я напишу такую штуку, давайте я потом ее написать. 1-х степени 1-1-1-1-1-1 и так далее. Это первая скобка. Вторая скобка. 1-х в квадрате. 3-х в квадрате. И когда я все эти скобки перемножу, то, ребята, у меня х будет возникать в степени, которая получается таким образом. несколько единиц, потом, может быть, двойку взяли, может быть, нет, ну, например, 4 двойки взяли, потом, например, взяли число 2018 три раза, потом число 2019 взяли. Вот это один из примеров. То есть мы из каждой сроки берем или первую множительную единицу, или вот эти штуки. Так это и есть разбиение числа на слагаемые. Знаете, уже не обязательно различные. То есть уже совершенно не обязательно слагаемые различные. Таким образом, если вот эту штуку обозначить как сумму P от N умножить на эти степени N, взятую по всем неотрицательным числам, да? P от 0 считаем равен единице, P от единицы единицы, P от двойки это 2, то мы с вами получаем совершенно замечательное равенство. Посмотрите, вот оно как выглядит. Сумма P от N в степени N, взятая по всем неотрицательным числам, если ее умножить на фи от х, даст нам единицу. Вы скажете, ну, что интересного вам это нравится. А на самом деле нет. Дело в том, что выписывать всевозможные вбиения числа на слагаемые, это занятие метрости. Это так называемые диаграммы Юнка, да? То есть вы берете данное количество клеточек и вот так вот их вот разными способами располагаете. Функция P от N довольно быстро растет. И, соответственно, при больших N она довольно-то большая. А функция F, если вы докажете, конечно, в теории, довольно-таки в большом количестве мест коэффициенту нет. Вот подумайте, пожалуйста, что означает, что вот здесь вот единица. Вот смотрите, фи от х мы умножаем на этот ряд. Что, как посчитать коэффициент при х в степени N? Ну как, можно отсюда взять P от N, а отсюда взять просто единицу. А можно отсюда взять минус х, поэтому будет минус P от N минус 1. А можно отсюда взять минус х квадратный, поэтому минус P от N минус 2. А можно, что, допустим, P от N минус 2. Поэтому пойдет плюс P от N минус 5. А можно их седьмой плюс P от N минус 7. Ну и так далее, и так далее. Так нужно писать, пока здесь не станут уже отрицательные числа. И вот это будет ноль, это ноль. А если это ноль, то мы можем взять вот это все, переместить в правую часть и получить таким образом рекуррентную форму для функции П от N. Она позволяет нам, если мы уже вымечлили предыдущие значения, без вырисовывания всех таблет Юрга довольно быстро, не заметьте, без хакометических операций, а только сложение и вычитание. Это простые вещи, да, каких-то сложных, что не нужно делать. Она позволяет нам быстро вычислить функцию P от N по предыдущим. Таким образом, даже с точки зрения подсчета, кстати, у меня здесь в ключе есть табличка, поэтому давайте я зачитаю вам несколько значений, просто чтобы вы не думали, что функция P, она такая уж совсем простая. Давайте почитаем значения. P от 5, это 7, от 10, 42, от 15, 176, от 20, 627, от 25, 1958, от 30, 5000, от 35, 4000, от 35, 14,883, от 40, 37,338, от 45, 89,134, от 50, 204,226, ну, давайте от 100, это 190 миллионов, 569,292. Смотрите, ребята, представить себе, что вы эти самые 190 миллионов сумеете реально вырисовать, невозможно. Представить себе, что даже почему, ну, а в примочке, например, программы, тем более, вы их рассчитаете при помощи этой регурентной формулы, легко. То есть это действительно возможно считать для сотен, а может даже для, там, вот, нескольких сотен значения вот по такой регурентной формулы.